Жители Садпаева боятся остаться под завалами собственного дома. В комнатах, по словам жильцов, внезапно отошли стены и сразу примерно на 40 сантиметров. Люди забили тревогу. Местные власти предложили им временно съехать до выяснения причин. Жилье, которому более 60 лет, рассчитано на 8 семей. Наргиз Женобекова продолжит тему. Этому дому 66 лет. Жильцы боятся, что он разрушится. За день в комнатах отошли стены на десятки сантиметров. Люди оказались в ужасе. В доме резко похолодало. Жильцы седут, что в такие морозы им просто некуда идти. А то, что предлагают в Акимате, им не подходит. Мы в одну секунду лишились жилплощади. Это чрезвычайная ситуация техногенного характера случилась в четверг. Все службы здесь были, но до сих пор четвертые сутки пошли. Никаких мер не принимается. На улице стоят морозы. Нам не решили вопрос с жильем. У нас на руках пятимесячный ребенок грудной. Инвалид первой группы, который сам себя обслуживать не может. У нас шесть человек. И нам предоставляют две панцирные койки на шесть человек. Были представители с Акимата, с ЧАЭС, но никаких мер не принимают. Поэтому хотим, чтобы вышестоящие власти как-то нам помогли. Они вообще без каких-либо доказательств предположили, что стена отошла вследствие взрыва газового баллона. Представляете, газа в этом доме не было вообще сроду. Деформация жилья, по словам владельцев квартир, начала происходить несколько лет назад. В подвале с труб часто бежит вода. Фундамент дома сильно осел. Таких ветхих домов, как этот, в Сатпаеве 251. Аварийными на сегодняшний день признаны всего 19. В Акимате говорят, что хозяевам разрушающегося жилья будет предоставлено место в семейном общежитии города, в гостинице или в социальном центре. Специалисты проведут экспертизу и техническое обследование. Пока официально дом не признан аварийным. Данный вопрос, он находится на контроле, в принципе, жителей в настоящее время. Им было вчера сказано, чтобы они нам предоставили все свои правоостановленные документы для установления права собственности данных объектов. Кроме этого, в настоящее время уже будет нами проводиться техническое обследование по состоянию данного дома. Представители Акимата утверждают, что не оставят людей в таком положении. До конца недели обещают поселить все семьи во временное жилье. Наргизжана Бекова, Инфорумбюро, область Улытау.